Тоже нашли время и пришли к нам. Ой, здорово, из Кузнецка, прекрасный город, Ирина, здравствуйте. Вот смотрю я на наших участников и думаю, но ведь по большому счету это очень важный вебинар для мужчин, потому что в большей степени они проводят переговоры, они общаются, ведь же даже одеваться током не умеют, так-то уж, если откровенно. Вы знаете, что в переговорах мужчина или женщина сидит и у него не в порядке ноги, вот, например, вот так или вот так, или же носки туфель в разные стороны направлены, или еще больше убраны под кресло или стул, то переговоры могут в принципе не состояться, и люди никак не поймут. Вроде бы собрались, вроде бы нашли все, обсудили, а ничего не получилось, потому что есть очень важные тонкости, как человек расположен в пространстве и как он при этом себя в этом пространстве ощущает. И вот на переговорах туфли, носки туфель обязательно должны быть параллельно и направлены в сторону собеседника. Тогда у человека психологически возникает ощущение абсолютно прямой линии, что это все без обмана, это четко, что нет никаких подводных камней и так далее, и так далее. И таких вот, здравствуйте, Елен, спасибо большое, тоже вам рада. И таких вот приемов очень и очень много. Но вот посмотрите, все-таки девочки у нас, как всегда, самые активные мужчины. Ну что, ничего, за Томасов будем с вами знать значительно больше, чем они, и это здорово. Что сегодня? Сегодня мы с вами продолжим говорить о семи приемах похвалы. Сегодня я немножко расскажу вам о жестах. Сегодня я расскажу вам об очень важных законах, которые мы все-таки должны с вами знать для того, чтобы, ну, хорошо себя чувствовать в коллективе, чтобы нами не могли управлять. Не говорим о том, что мы учимся управлять, но мы обязательно должны противостоять тому, кто хочет на нас каким-то образом воздействовать. Да, мужчина предпочитает очные тренинги. Совершенно верно, конечно, разве их может учить женщина. Но вы знаете, когда я провожу для бизнесменов вот такие вот тренинги, я обязательно вставляю элементы сказкотерапии, при этом получаю невероятное удовольствие, вы бы видели их лица. Вот эти вот солидные, в дорогих костюмах, с хорошими дорогими ручками, они вдруг превращаются в детей, играют лучше, чем дети, сочиняют эти сказки. Это очень и очень смешно, здорово, всегда получаю большое удовольствие. Особенно, как я вам уже говорила, если мы вспомним о развитии любого сказочного сюжета волшебной сказки, если посмотреть на это развитие и на развитие бизнеса, то все совпадает, все этапы совпадают. Соответственно, если в бизнесе какой-то этап пропущен, то он и не будет идти. И об этом мы тоже рассказываем на бизнес-семинарах, на тренингах, и, в общем, у мужчин, можно сказать, прямо вызываем большой и стойкий интерес. Ну что, начинаем уже мы так с вами плодотворненько. Закончили в прошлый раз мы на намеке на великолепие. Я вам рассказывала о чудесном шарфике, платочке шейном, который позволил наладить отличный диалог. Еще один прием – нечаянная лесть. Что это такое? Надо обязательно научиться говорить скрытые комплименты. Вот не такие прям открытые, да, потому что многие люди тяжело их воспринимают. У кого комплексы, те вообще плохо воспринимают комплименты, им кажется, что над ними как-то издеваются, шутят, и они сразу впадают в такое не самое ресурсное состояние. А люди, которые комплексами, ну, не обвешаны, тем не менее, если вот такая лесть напрямую, она не очень хорошо действует. А вот скрытые комплименты – это здорово. То есть вот украдкой вставить похвалу в какую-то такую второстепенную часть реплики. И мы при этом не возвращаемся больше к этому вопросу. То есть у нас вот так вот неожиданно, мы как бы аккуратненько погладили. И вы не можете себе представить, какую человек испытывает радость, когда вот такая вот нечаянная легкая лесть во время разговора прозвучала. Ну вот у меня здесь, я так понимаю, среди наших участников есть Ирина. Мы с ней уже почти на всех моих вебинарах побывали. Я очень признательна Ирине за то, что она часто выбирает наши вебинары. И это здорово. У нас такой сложился очень хороший диалог. И я бы могла сказать, если бы она об этом не знала, вот так вот скрытым. Вы знаете, не каждый человек может без подготовки написать профессионально сказку. А вот Ирине это удалось. Причем, когда мы эту сказку разбирали и читали, то оказалось, что она смогла в одной сказке совместить очень много разных видов этих сказок. И получила сказка просто классная. Ну и вот так бы я аккуратненько об этом сказала и пошла дальше. И я вас уверяю, конечно, человеку было бы приятно. Поэтому вот такая вот нечаянная лесть, да, она безусловно хороша. И при этом это чистая правда. Просто видите, люди почему-то больше замечают вещи негативные, чем позитивные. Я всегда с большой радостью скажу, как идет этот цвет. Но это же так здорово. Когда ты подарил радость человеку, он тебе обязательно ответит улыбкой. А значит, ты уже от него тоже получил ресурс, который позволяет жить дальше. Мне кажется, вот говорить людям хорошее, это вообще хорошие привычки. И она обязательно себя оправдывает. Мало таких. Вот на многом говорят плохое. Я даже вот иногда в метро вижу, там у женщины, ну, условно, она села на что-то, пятно, да, там или не колгота поехала. Вот что-то хорошее сказать никогда. А тут 200 человек скажут, что у вас там на попе. Вот. И, в общем, вывергая эту бедную женщину, совершенно не логкое положение. Следующий прием. Молниеносное О. Что это такое? Это дорогое яичко к Христову дню. Человека надо хвалить сразу. Вот как только он что-то совершил, у нас должна быть молниеносная, мгновенная реакция. Ух ты, ну это супер, ты не подражаешь. Это вот, ну классно. И здесь нельзя бояться, что вам не поверят. Как раз, когда человек что-то сделал, он интуитивно и ждет вот этой благодарности. Поэтому вот это вот ваше вовремя сказанное доброе слово, оно как раз и будет таким продолжением краткосрочной эйфории, которую человек испытывает. Вот. Бывает так, что вы можете иногда и спасти человека вот этим вот молниеносным О. У меня был такой случай. Мы были на конференции с одной коллегой, и она очень хороша вот в такой личной беседе. Но она страшно боится выступать перед публикой. Я попыталась ей показать, как сделать карточки. Ну вы понимаете, да, что за короткое время не поднатаскаешь человека, но тем не менее мне как-то хотелось ей помочь. Вот. Ну если не дано, как вы понимаете, да, то не дано. И у нее была совершенно, простите меня за слово, дурацкая тема. У нее была тема о роли социальных служб, о эмоциональном выгорании социальных работников. В общем, давайте говорить откровенно, очень сложно такую тему сделать интересной. И ее поставили почти на окончании конференции, душный зал, люди уже устали, и она, в общем, не оратор. Мало этого, когда она подошла к микрофону, она совершила еще одну ошибку, и я вам на дальнейших вебинарах буду об этом рассказывать. Никогда нельзя стоять за трибуной, никогда. Когда мы с вами стоим за трибуной, у нас с вами часть тела закрыта вот этой самой деревяшкой. И люди видят вас ровно наполовину. И у них интуитивно возникает ощущение, что здесь какой-то обман. Вам не будут доверять, вас видят ровно наполовину. Значит, и верить вам будут тоже наполовину. Выходите, если есть возможность, из-под трибуны надо выходить. Выходить, чтобы тебя видели во всей красе, целиком и полностью. Она за этой трибуной, небольшого росточка, и трибуна ей вот тут вот практически, просто говорящая голова. Карточки упали, подняли. В общем, когда она вышла и очень неуверенно промяукала название темы, и здравствуйте, я, в общем, поняла, что это конец. Потому что зал загудел, а взрослые, они как дети, тут же пошли смс-ки, пинь-динь-динь-динь-динь. Люди стали доставать бумажки, сникерсы, что-то есть, что-то переговаривать. И когда она вообще и вот такой момент увидела, полное просто отсутствие внимания в зале, она сникла совершенно, была бы ее волей, она бы сбежала. Но доклад 15 минут, пришлось эти 15 минут до конца ей домучивать. Другого даже слова не могу сказать. Не умеет работать с публикой. Ну, дано или не дано. А мне совершенно было невыгодно, что человек сейчас ко мне придет полуживой. Потому что, к сожалению, языков иностранных я не знаю, а она блестяще знает английский. А у нас была возможность познакомиться с очень разными интересными англоговорящими коллегами. Без нее я бы ничто. Ну, постояла, ну, лупили по бокалу и на этом все. И мне, конечно, во-первых, хотелось ее и поддержать, во-вторых, все-таки ее придержать для наших дальнейших связей. И когда она приползла ко мне, практически еле живая, мое молниеносное «О! Господи, прости меня за эту ложь!» сработало моментально. И я ее толкнула аккуратненько, говорю, слушай, ну, это круто. Народ до сих пор обсуждает. Она так на меня удивленно, неуверенно посмотрела. Ты что, меня никто не слушал? Я говорю, что ты, что ты? Это такая важная тема. Как только ты сказала название, все зашумели, все стали обсуждать, потому что это сегодня очень и очень актуально. Заметь, обсуждали почти каждую твою фразу. Тут я вижу, что у нее слегка загораются глаза, и она так меня еще не смеялась спрашивать, правда? Ну-ка, нет, посмотри. Она реально оглядывается, там все шу-шу, что-то действительно обсуждает. А догадайся, ты что там обсуждает? Может и правда вот эту важную тему? Она повеселела, успокоилась и поверила мне безоговорочно. И с нее вот этот вот страх, неуверенность и комплекс слетели. И когда мы уже пошли на фуршет, она была уверена, что действительно у нее все хорошо получилось. И тут был ее звездный час. Она отлично общалась, она шутила, она веселилась, потому что она думала, что все было великолепно. Я, конечно, не знаю, что она подумала, когда пересмотрела эти записи, может быть, она и не стала это делать. Но все уже забыли через 20 минут, что было явно неудачно. И, в общем, мы действительно отлично провели время, познакомились с интереснейшими людьми. И благодаря этому еще смогли съездить на разные тренинги в разные страны. И как поучиться опыту, так и передать свой. Вот такой вот молниеносный О может спасти человека, что очень и очень здорово. Мы помним, да, как с вами работаем? Если есть какие-то вопросики, вы мне задаете. Следующий прием называется бумеранг. Бумеранг. Вы знаете, что бумеранг возвращается к тому, кто его бросил. Это всегда. Поэтому, если вы человеку бросаете комплимент, я вас уверяю, что и он обязательно к вам вернется. Вопрос в другом. Если вы не умеете принимать комплименты, это очень и очень плохо. Потому что, когда я вижу вполне прилично выглядевших дам, которым абсолютно искренне мужчины говорят что-то приятное. И дама говорит, вы перестаньте, вы меня смущаете. Ну, о чем вы говорите? Господи, ну кто после этого тебе что-нибудь скажет хорошего? Ну, кто? Что мы в этом случае делаем? Мы принимаем этот комплимент, говорим спасибо, спасибо, что вы это оценили, я старалась. И мы возвращаем этот комплимент обратно. Ну, например, сделали нам какой-то там умный мужчина или женщина, сделали комплимент нашему вкусу. Да, это здорово. Что мы можем сказать? Спасибо, я рассчитывала, что люди с хорошим вкусом заметят, как я сегодня одета. Как угодно, но вот так вот изящно вернуть как бы с обратным комплиментом, это здорово. Это здорово. И согласитесь, если вдруг вы бежите на улицу, идете на какое-то мероприятие, и вам кто-то вот так просто искренне улыбнулся и сказал что-то хорошее, это всегда повышает настроение. И мы находимся в позитиве, и это здорово. Поэтому вот эти вот самые бумеранги имейте в виду и принимайте с благодарностью комплименты, потому что если ей не без благодарности, то их просто перестанут делать. А это плохо. Это плохо, особенно женщине. И еще один прием, жесткий, называется он игра в эпитафии. Кто готов сейчас поиграть со мной в эту игру? Ну, немножечко подожду, а то как-то обратной связи нет. Значит, я. Спасибо, Ирин. Отлично. Что у нас происходит? Вот эта игра, это кино не для всех. Юля, спасибо. Три человека. Кто третий? Это кино не для всех. Этим приемом пользуются авторитарные, и я, Елена, благодарна, авторитарные начальники, которые через этот прием могут реально увидеть такие точки человека в характере, на которые можно в дальнейшем, пардон, давить и получать от этого человека определенную выгоду. Итак, как выглядит эта игра? Предложите человеку, а в данном случае я вам предложу представить, но здесь, если вы захотите отказаться, откажитесь, нет никаких проблем. Представить, что бы вы хотели. А вы знаете, что такое эпитафии? Я вам напомню, да, что некролог – это перечисление вехи там человека, да, каких-то годов, что он достиг и так далее. Ага, а эпитафия – это то, что обычно пишут на надгробном камне, там, что-нибудь. Я тут видела совершенно оптимистичную такую эпитафию, когда на надгробном камне было написано «Чмоки, увидимся». Это, то есть, человек был с потрясающим чувством юмора. Так вот, представьте, что бы вы хотели, чтобы у вас было написано, когда вы уйдете в мир иной, на вашем надгробном камне. Какая эпитафия? Да, «Чмоки» – это об этом. Что бы вы хотели, чтобы на этом камне было написано? Ну, согласитесь, «Помним, любим, горюем» – это, в общем, ну, как-то так. «Помним, любим, горюем» – ни о чем. А вот «Бывало разное», Ирин, здорово. Ничего себе, так хорошее тоже такое. Представляете, да, такое лежит камень, и там написано «Бывало разное». Ирин, спасибо, чувство юмора оценила, скажу, что может с вашим вот этим вот высказыванием сделать начальник. Что еще? Что еще бы вы могли сказать? «И я любила», Ирин, спасибо. Вы будете делать улыбочку или просто «И я любила», и вот такие вот три точечки, скажите мне, потому что это важно. Это важно. Пока вы мне рассказываете, я вам хочу сказать, вот эти вот смайлики бесконечные, эти улыбочки – это просто катастрофа. Вот и все, ну и что? Ирин, ну, как бы да, ну, ничего себе, тоже такой лежит камень, все, вот и все, ну и что? Да, оптимистично. И я, во-первых, всегда плохо очень заполняю любые заявления, уже разучились мы писать, я ошибаюсь всегда и невозможно. И я заполняла какую-то налоговую декларацию раза четыре. Вот, то есть я поняла, что тетки меня скоро порвут. И вот вы можете себе представить, когда я уже все дописала и поставила последнюю точку, блин, я в конце нарисовала смайлик. Вы бы видели их лица. Ну, честно вам, хочу сказать, я сама просто – катастрофа эти смайлики, поэтому я сейчас стараюсь почти что от них отходить. «Энергия не исчезает бесследно, я все вижу». Елена пишет, не определилась еще. «Благодарная всем, и я всегда с вами», – написала Юлия. Вот смотрите, я сегодня начну вам прямо по порядку и говорить. Так, Ирина написала, «Бывало разное». Если мы видим, что человек решил написать подобное на своем, так сказать, камне, не хочу называть надгробие, ну, будем так говорить, на камень, никто не знает, когда нам собираться в тот путь, значит, какого человека мы перед собой видим? Мы, во-первых, видим оптимиста, который, несмотря ни на что, эту жизнь принимал во всей красе, и с хорошим, и с плохим. Значит, я бы, будь Ирином моим подчиненным, я бы могла, не платя ей денег, поручать ей какой-нибудь драйв. То есть вот для Ирины важно будет получить интерес и даже некое приключение, нежели деньги. Конечно, деньги нужны всем, но в данном случае я бы понимала, если мне надо этого человека использовать в своих целях как работника, я бы лучше предложила ему некое задание, где бы он мог получить во всем великолепии вот это «разное», нежели я бы дала денежку. И я вас уверяю, Ирина с легкостью бы это совершила. Юлия пишет «Благодарна всем, и я всегда с вами». О, этот человек у нас умеет благодарить и ждет, что за то, что он будет делать, его тоже будут благодарить. Для меня Юлия была бы самым лучшим работником. Я бы ей, конечно, платила денежку, ну, вот такую, но зато я бы ее благодарила везде. За ее работу, на всех сайтах, на досках почета, ну, практически вышел ее портрет. То есть когда человек хочет, чтобы было написано об этом, значит, вот это его, ну, такое, скажем, не слабое место, а вот именно та самая кнопка, помните, как в электронике, на которую можно давить. И поэтому, если я Юлии бы за ее работу тупо сунула конверт с деньгами, отвернувшись, или бы предложила на общем собрании с цветами и благодарностью всех наших сотрудников и просто гимн в ее честь. Вот такой вариант благодарности. Уверяю, для Юлии это было бы приятнее морально. Поэтому вот когда человек пишет «Благодарный» и так далее, вот здесь можно использовать так. Елена пишет «Я все вижу», ай-яй-яй, вот здесь у нас человек, который любит держать все под контролем. Поэтому Лене я бы как раз и дала бы такой фронт работы, где муха не пролетит, где она бы, у меня бы она была начальник службы безопасности. Получало бы немного, но каждый раз я бы говорила, Лена, только вы можете это увидеть, только вы можете заметить, и на вас лежит вся безопасность моей компании. Нормально. Вот так бы я воздействовала на Лену. Ирина, энергия не исчезает бесследно. Воу, здесь у нас так вот просвещенные, просвещенные. Здесь я бы работала через карму. Через карму я бы говорила, Ирина, надо, условно говорю, пример, да, надо остаться после работы и доделать этот отчет, потому что сегодняшний день, как говорят мудрые люди, он именно хорош для того, чтобы задержаться после работы, но поставить точку. Завтра такой энергии уже не будет. И вот таким вот образом я бы могла бы просить что-либо делать Ирине. Если серьезно, душа закрыла двери за собой, оставив все земное на погосте. Елена мне написала, красиво, передо мной романтик, передо мной думающий романтик, человек, который за легкостью своего как бы отношения к жизни скрывает очень и очень вещи важные, вещи, которые не просто в ее произошли судьбе, она что-то выстрадала, получила опыт, и теперь уже она может просить, чтобы на ее надгробии были вот такие вот слова. Здесь, конечно, с Еленой я бы совершенно по-другому. Очень тонко, аккуратно, но романтично. Она умела удивлять. Прекрасно! Уж вам бы я... Тут Анна дала удивить народ во всем великолепии. И через... То есть понимаете, что у нас происходит, да? У нас... Хотите вы или нет, но вы как бы проговариваетесь о том, что для вас важно. И, конечно, когда человек, делая такое упражнение с подчиненными, получает вот эти вещи, то он получает некий ключик, которым может воспользоваться. Так, у Ирины нет звука. Ага. Так, написала ей Екатерина. Вот так выглядит вот эта вот игра в эпитафии. И если ее, ну, хорошо оформить без всяких вот этих вот, да, там, каких-то мистических, негативных моментов, хорошо получается, интересно, действительно интересно. И вот я... Единственное, что я всегда очень аккуратна. Есть же люди разные, там говорят, ой, какой кошмар, я даже думать... Не надо, не надо. Мы с такими вот оптимистами, которые понимают, ну, хоть что, но не вечно. Ну, 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 что теперь? Хочется, конечно, и пожить, и внуков вырастить, и детям помочь. Ну, как Господь призовет, тогда и пойдет. Вот, поэтому мы все-таки в эту игру играем с такими людьми. Прорепетировали, совершенно верно. Елена, вы знаете, я еще занимаюсь онкопсихологией, и, ну, вы понимаете, что эта тема вообще очень и очень такая для многих людей опасная, боятся, не хотят к этому прикасаться и так далее, и так далее. И вот мы когда с коллегами решили реабилитировать, так вот, психологически онкобольных, вот я пришла домой, у меня папа перенес онкологию, и, в общем, ну, решила вот так вот с ним поговорить. На самом деле, первое, что я увидела, это реальный страх. То есть вопрос, зачем, что, зачем это надо, это бесплатно, это очень сложно, ну, в общем, самое-самое. Но дело в том, что сегодня вот с онкологией, это как Великой Отечественной войны, то есть в каждой семье вот все болеют. Поэтому если мы говорим о том, что этого бояться, это не значит, что боясь ты не заболеешь, да. К этому тоже надо вот относиться, мне кажется, философски. Вот. И мы были с коллегами на специальном семинаре по подготовке онкопсихологов, и каждого мастер спрашивал, ну, к чему пришли вы? Нас было достаточно много человек, наверное, около 30, и вот каждый говорил, ну, я то же самое сказала, что, ну, я, как и все, я очень боюсь, очень опасаюсь, но, тем не менее, так как вижу, сколько людей, и до сих пор у меня в семье есть близкие, которые продолжают бороться, хочется помочь и так далее, и так далее. Ну, вот, он все это дело выслушал, и потом из вот этих вот 30 психологов он выбрал нас троих и сказал, что вот в этой тройке он видит наибольший потенциал и благословляет нас, значит, на работу с такими вот больными. Потом посмотрел на меня и говорит, ну, а ты заодно и подготовишься. Ну, в общем, у них, конечно, юморок «Будь здоров!» вот примерно так же, да, как мы прорепетировали заранее, вот, но год мы уже работаем, так что, действительно, многие вещи уже знаем, и, ой, если что, ну, готовы. Что дальше вам хотела рассказать я на нашем вебинаре, это о вопросах. Вопросы – штука чудесная. И искусство задавать вопросы, в общем, это искусство очень тонкое. Если среди вас есть психологи, то от наших вопросов вообще вся консультация зависит. Поставь грамотно вопросы, а некоторые из вас знают, что я работаю с метафорическими картами, а там вообще самое главное – вот задавай вопрос по карте и задавай, и всё, твоя работа закончила, только слушай внимательно своего клиента. Формулировка вопроса. Очень важно и имеет значение то, как вопрос сформулирован. Есть такая замечательная притча. В церкви человек спрашивает священника, «Батюшка, а можно ли во время молитвы курить?» «Ни в коем случае». А второй говорит, «Батюшка, могу ли я спросить у вас совета?» «Конечно, сын мой. О чём ты хочешь спросить?» «Если я молюсь, когда курю, это хорошо?» Безусловно, молиться всегда хорошо. Понимаете, в чём разница? Поэтому мы всегда должны, задавая вопрос, тщательно думать о том, а какие будут последствия после того, как мы получим на этот вопрос ответ. Например, «Не могу ли я попросить у тебя совета?» Вопрос, конечно, чрезвычайно важный и гарантирован положительный ответ. Всем приятно, если только вы не спрашиваете советы у психолога. Психологи, как известно, советы не дают. А всем остальным, конечно, всем будет приятно, что его вот видят таким гуру и даже просят у него совета. То есть вопросы должны быть такими, чтобы их было легко задавать и на них было несложно отвечать. Вот когда я работала на радио, то у нас было первое такое правило, и потом я учила журналистов. Ведь когда человек приходит в прямой эфир, даже тот, кто ходит часто, а я уж не говорю о новичках, волнуются абсолютно все. Вот первое было железное правило – задать общий вопрос. Общий вопрос, на который человек всегда легко ответит. Ну, пришла актриса, да. Что мы можем вот общее у нее задать, какой вопрос у нее спросить? Можем прям предупредить. У нас сегодня большой разговор. Много слушателей хотят задать вам вопросы. Большой интерес вызвал ваш приход в нашу студию, за что мы благодарны. Но вот у меня лично свой вопрос. Скажите, актерская профессия – это мечта ваша была или так сложилась жизнь? Все просто. Тут два варианта, да. Либо человек сказал, о, я мечтал с детства, и вот тут пошли воспоминания детства, и все, мы уже ее раскрыли. Или же человек подумал и сказал, вот так сложилось, я влюбилась в актера и пошла за ним в театр. Прекрасно, вообще супер начинает развиваться наша беседа. Поэтому вот вопросы, они должны быть особенно в начале, как раз такие простые. Легко задать, легко ответить. Помните, каков вопрос, таков и ответ. Задавая вопросы, важно не только, что вы спрашиваете, но, естественно, как вы спрашиваете. Когда мы сверлим человека взглядом, и знаете, да, профессора так почесывают бородку и никак даже не реагируют на то, что мы говорим. Например, когда студент сдает экзамен. Ой, ну какой вопрос не задай, все негатив получается. Потому что человек, вот воспринимая такую реакцию во время задавания вопроса, явно не будет чувствовать себя комфортно. Поэтому очень важно, как вы спрашиваете человека. Задавая вопросы, имейте в виду еще такой момент, что неправильно выбранный тон, это знаете, когда такой допрос. Ну и где ты был? Вот что человек хочет услышать, когда он вот так вот получает вот такой вот вопрос. Если опять же мы говорим извиняющимся тоном, то вряд ли мы сможем получить какой-то такой внятный ответ, потому что извиняющийся человек вот такой робкий, он всегда выглядит слабым, и ему просто-напросто даже и никто и не ответит. Конечно же, когда мы ведем вопросы идеологии, не стоит злоупотреблять смягчающими выражениями. То есть тогда вы потеряете некую силу и выразительность в разговоре. Знаете, вот это вот бесконечно, извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, я вам недоедаю, скажите, пожалуйста, можно ли я еще... Это ужасно, это ужасно. То есть, ну, один раз мы можем как-то так, да, простите меня за резкость или как-то еще, но дальше, когда вот так вот строится разговор, начинает раздражать, и люди чаще всего действительно в конечном, простите, итоге скажут, да, вы меня вообще вот тут вот, вот тут надоедаете. Никогда не стоит в вопросе говорить человеку на то, что он, например, неправ. Да, это, ну, это никому не нравится, там, вам не кажется, что вы заблуждаетесь? И что это такое? Что человек скажет? То есть мы на него нападаем, и совершенно точно он будет защищаться. Нет, мне не кажется. А если мы спросим человека, вот ваше такое мнение, а оппонент считает, что вот так, вот как вам кажется, что ближе, что действительно соответствует истине, ну, мы каким-то образом, да, сможем действительно построить некий диалог. Значит, и так, если мы задаем вопросы. Во-первых, задавайте вопрос только тогда, когда действительно хотите услышать ответ собеседника. Очень часто встречаюсь с тем, что человека спрашивают и совершенно не слушают, что он отвечает. Зачем вы тогда спрашиваете? Зачем? Человек всегда почувствует, что вы ему неинтересны, поэтому лучше вообще тогда не спрашивать. Во-вторых, во время беседы ведите эту беседу именно так, что и была бы возможность вам задать вопрос, чтобы вы не всегда тянули на себя одеяло, потому что это, ну, неинтересно в первую очередь собеседнику, и он очень быстро потеряет, да, интерес. Вот этот вот самый скучный разговор, когда оба участника не чувствуют интереса друг к другу. И такую вот беседу, да, скучную, иллюстрирует один такой известный анекдот, когда известная актриса обращается к подруге и говорит, что это мы все обо мне и обо мне, лучше расскажи о себе, дорогая, как тебе понравилась моя последняя роль? Ну, вот это примерно так. Искусство задавать вопросы, естественно, включает в себя и технику управления степенью интенсивности вопроса. Что это значит? Задавая вопрос, вы как бы, ну, так условно открываете кран. И чем сильнее вы его открываете, тем больше реакции вы получите. И наоборот. Поэтому, если вы говорите, расскажите о себе, ну, все, все, вы уже дальше ни о чем не спросите. Человек будет рассказывать о себе очень долго, очень долго. И вот, когда я готовила журналистов для эфиров, я всегда говорила корреспондентам, сколько длится хороший репортаж, особенно на радио. Три минуты – это все. Нет картинки, это же репортаж. Поэтому корреспонденту очень важно описать, что он видит, уложиться в эти три минуты, чтобы не устал наш слушатель, и при этом еще задать какой-нибудь вопрос человеку, который оказался на месте, там, происшествие или что-то. Если корреспондент говорит, расскажите, что это было, все, репортаж можно заканчивать. Это будет долгая беседа. Долгая беседа. Поэтому, если вы хотите действительно поговорить, то вопрос открытый, слишком открытый. Расскажите. А если вы хотите, чтобы были бы короткие ответы, то тогда и очень коротко, как это произошло. Когда это, вот эти вопросы, да, конкретные. Как, когда и так далее, и так далее. Есть такой очень хороший прием. Называется этот прием «заигранная пластинка». Вот он кажется абсолютно бурацким, но вы его себе возьмите на вооружение. Вы вообще имеете в виду, что все, что я вам рассказываю, вы что-то можете принимать, что-то не принимать. Это абсолютно нормально, абсолютно. Главное, чтобы хоть какую-то пользу, интерес вы для себя вынесли. Вот это вот самое важное. А это вовсе не значит, что вы должны со всем соглашаться. Но вот с этим приемом я вас познакомлю. Что это такое? Смотрите, у нас очень много, когда мы работаем там в коллективах, женских особенно коллективах, любопытных и сплетников, это просто они там плодятся. И, как я вам уже говорила, вот эти вот дурные вести, они летят впереди всех. И вот если человек настойчиво задает вам вопрос на ответ, который вы, в общем, не хотите давать, да, то есть на какую-то тему, то вы должны просто-напросто выбрать одну фразу, и как бы вам человек этот вопрос не переформулировал, вы с одной и той же интонацией эту же фразу должны проговаривать. То есть вот такой вот прием называется «заигранная пластинка». Мы с этим приемом познакомились на тренингах за рубежом, оказывается, у них, в общем, тоже так же все одинаково, и такие же там и сплетники, и недоброжелатели. И профессор, который нам рассказывал об этом приеме, она говорит, я несколько раз пользовалась сама. От нее ушел муж, ушел некрасиво, к молодой там аспирантке у них тоже, там есть эти все степени. Вот, естественно, когда она пришла в университет, то только ленивый, только ленивый не посмотрел ей след, не покачал голову, не пошушукал все, ну, а самые просто наглые подошли и сказали там, фрау такая-то у вас, говорят, от вас ушел муж, вот. И она сказала вот такую очень красивую фразу, она сказала, что говорить можно разное, самое главное, что осталось дома. То есть вы понимаете, как красиво? Говорить можно разное, самое главное, что осталось дома. Ни о чем. Тут тогда решили подойти с другого конца, вопрос переформулировать, ну, как же, ваш же сегодня муж ночевал у Эльзы. Она абсолютно с той же интонацией говорит, говорить можно разное, но самое главное, что осталось дома. И вот когда уже третий раз человек отвечает одной и той же фразой, одной и той же интонацией, дураком выглядит собеседник, который задает вот эти вот нехорошие, неприятные вопросы. И вот заигранная пластинка позволяет вам отгородиться вот от таких вот назойливых, любопытных людей и, в общем, поставить их действительно в дурацкое положение и самим остаться на высоте. Итак, если неприятный вопрос, отвечайте всегда одной и той же фразой с абсолютно одинаковой интонацией. Единственное, она должна быть коротенькой. Да, фраза, чтобы вы ее не забыли. Вот такой прием хороший, хороший, проверенный. Если нет у вас дальше вопросиков, ура, нас 21, это здорово. Так, мы с вами говорим о жестах. Жесты в коммуникации штука очень хорошая. Вообще, если вы хотите, ну, скажем, работаете психологом, это одно, а если вы просто вот взаимодействуете в коллективе, если вы управленец, если у вас есть подчиненный, жесты надо знать, потому что человек, ну, свойство человека такое, что обманывают очень часто. Это вовсе не значит, что когда нам пишут в каких-то там учебниках, человек почесал нос, он обманывает. Да нет, у него почесался нос, что же мне теперь, не почесать его, что ли? Человек опустил голову или не смотрит в глаза, он точно обманывает. Но чушь это редкостная. Человек может не смотреть в глаза прежде всего потому, что вот он лучше формулирует мысль, когда он не смотрит на собеседника. И все, и больше ничего. Вот, а если у вас все-таки действительно есть такая потребность понаблюдать за людьми, я бы от всей души вам советовала, ну, пройти какие-нибудь короткие курсы, как распознавать жесты. Самый известный у нас специалист по жестам Алан Пис, вы, наверное, слышали о нем, но он такой уже стал, шоумен, шоумен. Не совсем я согласна, я прям брала, перепроверяла, когда обучалась физиогномике и искусству жестов, что трактует он и что на самом деле чувствует человек, но много интересного. Поэтому запомните это имя Алан Пис, вы можете почитать его работы и возьмете на себя на вооружение очень интересные приемы. Несколько слов о рукопожатии. Хорошее рукопожатие длится 4 секунды. При этом обязательно надо смотреть человеку в глаза. Иначе тогда это рукопожатие, оно ни к чему не приводит. 4 секунды. При рукопожатии люди должны находиться на одном уровне в одинаковом положении. Либо они сидят, здрасте, здрасте, либо они стоят. Ни в коем случае не должно быть так, что один стоит, другой сидит. В конечном итоге, если, например, кто-то меньше ростом, то мы согнемся. Если перед нами малыш, мы тем более присядем. А если там, например, человек инвалид или старый, то мы просто-напросто то же самое, преклоним колени и тогда с ним поздороваемся. Если руки заняты, просто кивните. Всегда говорю своим журналистам, которые очень любят ходить на разные фуршеты, бокал держим в левой руке. В левой правая всегда свободна. Потому что это невозможно. На столах он держит правый, он ставит этот длинкий бокал, он с кем-то здоровается, потом этот бокал не может найти. Ну, это катастрофа. В левой руке, если мы на фуршете, надо взять в себя привычку, и у вас никогда не будет никаких проблем. Что еще? При рукопожатии, вы знаете, снимаются перчатки. Это обязательно. Часто потеют руки. Это, конечно, это беда на самом деле. Сейчас, если руки потеют часто, и если эта проблема была практически неразрешима, что только не делали, сейчас с помощью пары уколов ботокса это можно все решить. Но, тем не менее, если вы знаете, что у вас есть вот такая вот особенность, обязательно аккуратно руку надо вытереть, потому что нет ничего противнее пожать холодную и мокрую руку. Это просто вау! Просто невыносимо. Вы знаете, что первым руку подает человек, либо старший по возрасту, либо женщина, но в бизнесе, на работе и так далее, и так далее, первым подает руку, который более высок по рангу. Поэтому вполне такое может быть, что 30-летний пацан подает руку седовласому мужчине, к сожалению, этот седовласый его подчиненный. Что дальше? Еще одни очень хорошая группа жестов, которые вы можете использовать в самых разных вариантах и для того, чтобы поддержать кого-то, а всякое бывает и наоборот. Жизнь – это борьба. Очень хороший прием, который называется выделение ключевых слов. С помощью жестов очень просто управлять вниманием других. Смотрите, я вам покажу, как это выглядит. Это пример. Это не значит, что я вас на это дело зомбирую. Итак, если бы я выступала перед вами не вот так вот в маленьком окошечке, а действительно на самом деле, если бы мне очень хотелось, чтобы вы пришли ко мне на дальнейшие семинары и прочие какие-то тренинги, а рядом со мной были другие коллеги, которые тоже бы хотели, чтобы вы к ним пришли, как бы я говорила? А говорила бы так. Дорогие друзья, сегодня очень много самых разных специалистов. Но надежных и профессиональных, увы, не так много. Только надежные и профессиональные специалисты прошли очень хорошую школу. Они не мошенники, как другие, а именно те, которые научат и сделают вашу жизнь совершенно иной. То есть, понимаете, когда я хочу сказать что-то положительное, то я делаю некий кивок или же жест слегка, слегка. Но вы видите, сейчас же я вас учу, и я утрирую. А когда это происходит вот в таком обычном, да, диалоге, это очень аккуратно, слегка. Мы надежные, а остальные так, сколько мошенников, сколько мошенников. Я вам расскажу очень смешную историю. У нас проходит каждый год очень хорошая конференция по арт-терапии. Ее Александр Иванович Копытин, очень известный наш такой арт-терапевт, который и организовал Российскую ассоциацию арт-терапевтов, проводит эту конференцию. Чего там только на ней нет. Мастер-классы самые разные и так далее, и так далее. И вот бывает, вот прям удачные специалисты-специалисты с разных стран поезжают. Ой, один раз было. Я не знаю, кто ее готовил. Ну, я даже не могу сказать, кто эти люди. Я опоздала. У меня был мастер-класс. Я ехала к нему и поэтому там опоздала на какие-то другие. И стала искать по кабинетикам, чтобы мне было интересно посмотреть. И вот открываю я один кабинет. Да, она в Москве проходит, Ирина, это конференция, Александр Иванович с Питера, но они все время приезжают в мае в Москву. Я там года четыре уже по метафорическим картам провожу мастер-классы. И вот я открываю кабинет. Да, в Питере проходит, лень ехать. Я вижу, сидит, наверное, человек 30 без обуви. А их обувь вот таким вот шалашиком стоит в середине комнаты. И все, как зомбированные, смотрят, значит, на этот шалашик из обуви и молчат. И я проманела. И так было интересно. Люди, что вы делаете? Я зашла, встала в стороночке, мне говорят, вы будете с нами знакомиться? Я говорю, здрасте, я Виктория. Они говорят, ну снимайте обувь. Я говорю, а, может быть, я что-то не знаю? Ну что вы, вы даже не можете себе представить, сколько энергетики, говорит мне мастер, находятся в этой самой обуви. И когда вы ее снимаете и ставите в наши другие там туфли и ботинки, то обувь между собой знакомится. И обратно возвращаясь к нам, мы уже практически все породнились благодаря нашим тапочкам. И я говорю, я прям сегодня не готова сколько тапочек видеть в своем окружении. И я пошла дальше. И вот таких странных мастер-классов было огромное множество. Александр Иванович это тоже понял. И, конечно, надо было сохранить, естественно, хорошее лицо. Я сидела от него с левой стороны. Ну, а там, значит, где-то справа был кто-то еще. Я так склонна думать, что он левша, потому что у него левая рука или же он какой-нибудь амбидектор. Но левая рука у него очень активно работает. И вот он начал подводить итоги конференции и говорит, вы знаете, эта конференция нас поразила. Непонятно, почему пришло столько, дальше он делал, представьте, в мою левую сторону, столько пришло непрофессионалов, и я напряглась, молчу, которые практически свели все наши усилия на нет. Как говорили наши психологи, говорит он, некоторые мастер-классы были поистине чудовищны. И опять делает в мою сторону, соответственно, этот же, я поняла, третий, и я тогда буду практически лишена всего, что у меня есть, авторитета и доверия. Вот. И я, естественно, вынуждена была сказать, Александр Иванович, скажите, чудовищный мой мастер-класс, или это где-то в той стороне? Он листушевался? Ой, Виктория, Виктория, да я как бы просто, но я вынуждена была сакцентировать и об этом спросить, потому что у всех абсолютно присутствующих было ощущение, что именно я мошенник и мой мастер-класс чудовищен. Поэтому вот от таких жестов зависит очень и очень много. Очень часто также проводят всякого рода совещания, когда хотят дискредитировать человека. Умные, да, руководители? Просто кивок головы. Просто кивок головы. Некоторые наши сотрудники, как говорит президент, утратили доверие руководства. Кивни ты в ту сторону, и все поняли, кто это утратил. Так что жесты – очень и очень важная вещь. О чем еще говорят жесты? Если вы выступаете, а мы будем с вами прямо вот от и до, как готовить выступление, с чего начинать, как удержать внимание слушателей, как красиво выйти, чтобы вас запомнили, как рассчитать время, хуже нет, когда люди устали от того, что вы говорите. Лучше не да, чем пере. Железное правило оратора. Так вот, в позе оратора вы обязательно должны твердо стоять на ногах. Ни в коем случае ни на что не опираться. Ни в коем случае. Знаете, как это виснуть? На трибуне, на стуле, что-то еще. Все. Что бы вы важного ни говорили, у человека, видя, как вы ищете опору, сразу же возникает ощущение, что вы не уверены в себе. А что вас тогда слушать? Вам нужна опора? Ну, ни о чем. Кивок головы. Тоже очень важно. От кивка головы зависит практически то, как дальше будет с вами взаимодействовать человек. Я вам все время привожу вот таких вот, я их называю преподы-вампиры. То есть они прям упиваются своей властью. Студент сдает экзамен, и профессор молча сидит и смотрит в глаза. То есть, вы понимаете, когда нет обратной связи и кивка, или хотя бы у человека возникает сразу же ощущение неуверенности. Человек, даже зная, как приготовить яичницу, при такой реакции, при таком восприятии, он реально забудет, что в этой яичнице сделать. Поэтому, если действительно мы хотим поддержать человека, не забываем, киваем. Ну, а если наоборот, тогда все, просто молча смотреть, желательно не мигая. На канале Россия 24 есть одна такая ведущая, она читает и информационные выпуски, и проводит интервью. Я каждый раз, когда смотрю, как она это делает, я ужасаюсь, потому что, глядя на собеседника, она никогда не кивает поддерживающей головой, и она не моргает. То есть она реально похожа на какую-то рептилию, которая просто молча смотрит. Сколько раз я видела, как неловко себя чувствуют эти самые собеседники вот под таким взглядом. Имейте в виду, это тоже очень хороший прием. Самое главное, все зависит от того, чего вы хотите. Чего вы хотите. Жесты для хорошего впечатления. Если мы действительно хотим произвести хорошее впечатление, мы слегка улыбаемся, помните, да, наш прием, струящийся улыбкам, и слегка приподнимаем бровки. У кого нет ботокса, слегка приподнимаем. Что такое, вот это показывает, наши слегка приподнимают бровки, это пошло с животного мира. Алан Пис очень любит давать этот прием. Я тебя вижу. Мы же, да, приподняли бровки, увидели. Я тебя не боюсь, я тебе рад. Поэтому, когда мы улыбнулись и приподняли бровки, человек нас значительно лучше и дружелюбнее воспринимает, чем мы просто казались здрасте. Как я вам уже говорила, носки-пуфель в сторону собеседника и параллельника сидеть нога на ногу очень удобно, но не очень хорошо. Причем, смотрите, какая удивительная вещь. Если бровка одной, нормально, одной бровкой вообще хорошо, кокетливо так, хоп, а что, вот нет второй брови, Лена? Кокетливо, хоп, лыжнулась, нормально, пойдет. Главное, хоть одна есть. Что происходит с нога на ногу? Все сидят нога на ногу, почти все. Но удивительно, как только перед ними сидят нога... Привычка нормальная, Лена, давайте. Как только перед ними сидят нога на ногу, у человека уже сразу к собеседнику хуже впечатление, нежели бы он просто ноги поставил вот ровненько или параллельно. Что дальше? Ладони мы стараемся, чтобы вот эта открытая поза, но вот так вот сидеть, ну согласитесь, ну это странно, вот так вот раскрыть ладони. Но тем не менее, желательно, чтобы все-таки вы вот ручки на штучки не клали, не прикрывали, а вот так как-то у вас эти вот ладошки в такой вот зоне были. Причем смотрите, что удивительно, я, к сожалению, не могу встать, вы меня не увидите, это печально. Но я вам покажу вот на этом уровне, где меня видите. Вот Папа Римский всегда, когда говорит, обращается к своей пастве, и вот так как бы он обнимает мир. А наши священники все время прикрывают причинное место. Не есть хорошо. Вот это однозначно закрытая поза. Я понимаю, что там, наверное, у них за этим что-то стоит, какой-то, может быть, обряд, ритуалы. Но если мы говорим о том, чтобы нас воспринимали, нужно, чтобы ладошки были открыты. Вот этот вот жест, указующий палец, категорически нет. Категорически. Даже если вот прям хочется что-то. Нет. Это сразу же не хорошее впечатление, и сразу много очков мы проигрываем. Как я вам уже говорила, кивайте чаще собеседнику, и, по возможности, не вот так вот прямо навязчиво, а, ну, так, немножко так вот слегка, неожиданно, используйте жесты в районе сердца. Прижать ручку, да, там, или как-то вот в этой стороне. То есть у человека будет ощущение, что вот действительно вы вот у него здесь прямо к душе, к душе пришлись. Я рассказываю своим журналистам, вот у нас иногда бывают очень говорливые. Ну, эфир же, представляете, да, эфир, он же не резиновый. Ты, если ты там 10 секунд от эфирного времени перегнул дальше, это штрафы, это целое дело. Поэтому там вот так и торопятся секунды, секунды, минуты в минуту. А есть же такие гости, которые не понимают, они будут говорить просто бесконечно. И вот, как мне странно, я своим журналистам рассказываю, что вот такого вот говорливого собеседника можно очень просто остановить, просто прикоснуться к нему рукой. Человек сразу впадает в удивительное состояние, потому что для него дотрагивается чужой, он тут же останавливается, и в этот момент, по крайней мере, можно либо закончить беседу, либо хотя бы задать какой-то вопрос и так далее. Так что вот если вы хотите таким образом приостановить или стоц, просто дотронетесь до руки, этого будет достаточно. Ну и, наверное, конечно, вы знаете, что если мы, наоборот, хотим проявить некое доверие, симпатию или даже кокетливость, а если к нему из-за расстояния нельзя притронуться, тогда катастрофа, его проще пристрелить, а он сам не остановится. Это уже все. Или просто тупо перебивать и извиняться, опять рука на сторону жеста. Ради бога, если была бы возможность, я бы сутками вас слушала, но время, как мне жаль, как мне, ну хотя бы так. Значит, и, конечно же, такой кокетливый момент, если женщина хочет реально произвести впечатление на мужчину, разное, не важно, тлирт ли это или просто симпатия, слегка дотронуться, слегка, вот аккуратненько, так вот ненавязчиво, слегка дотронуться, я вам могу сказать, что на мужчин это действует значительно более сильно, чем короткая мини-юбка или что-то в этом роде. Тактильные ощущения еще никто не отменял. И пару слов о жестах переговорах. Что есть у нас жесты переговора, да, когда мы с вами, мы будем в дальнейшем сидеть на каких-то там важных переговорах, готовить их. Значит, если мы говорим с собеседником, и он либо ручку, либо дужку от очков в рот сунул себе и вот так вот сидит, нельзя ничего спрашивать. То есть мы должны дать возможность человеку подумать. Это действительно жест обдумывания. И когда человек так думает, и мы его не пробуем, то большая вероятность, что он примет нашу сторону, что победа, что называется, будет за нами. Если его в этот момент спугнуть, ай-яй-яй, можно действительно спугнуть и весь итог переговоров. Если человек постукивает пальцами по столу, все уже, уже ничего не ждите. Он потерял интерес, это нервозность, и в принципе надо либо эти переговоры культурно, красиво, на хорошей ноте заканчивать, либо каким-то образом договариваться о переносе, потому что здесь положительного момента увы не будет. Если человек откинулся на спинку стула, это вовсе не значит, что он потерял интерес, это значит, что он уже принял решение, и так как он его принял, и он сидит свободно, то, скорее всего, это хорошее, успешное решение, и переговоры движутся к завершению. Если же человек потирает подбородок, то же самое, готовьтесь к тому, если крутит ручку в руках, он думает, то же самое, мы не трогаем его, он думает, но такие люди действительно нервозны. Все, которые что-то делают руками, они вот из этой оперы, им обязательно что-то вот надо теребить и рисовать, но тем не менее, хорошо, хорошо, значит, он в процессе, он в процессе. Значит, если потирает подбородок, то же самое, принимает решение, которое вот-вот он вам и озвучит. Ну вот, смотрите-ка, все, что запланировала, господи, все, вот, все рассказала, а хотела вам рассказать и о том, кого лучше привлекать в свою жизнь, друзей или врагов, и вы не поверите, кого лучше. И хотела сказать, стоит ли брать друзей на работу и почему. Ну и в общем, много еще есть таких секретиков, которые я абсолютно уверена. Если не смотрит в лицо, Лен, ничего не значит. Человек может действительно обдумывать ситуацию, глядя на пол. Все зависит от того, что он делает при этом. Где у него руки, какой у него голос, как он говорит, как он говорит. Поэтому у меня папа ректор, то есть он выступает и перед студентами, и на огромных собраниях. Я бьюсь долгие годы для того, чтобы он, помните, Гюль, читай, покажи свою личку, для того, чтобы он поднял взор на аудиторию. Как только он начинает смотреть на людей, он забывает слова. Все. Все. Поэтому, бог с ним, смотри уже вниз, ну хоть говори. Вот, мои дорогие, все, что я вам хотела. 23 человек, ура, ура, очень я рада, что вы были. Конечно, милости прошу, конечно, приходите, я вам еще в двух словах напомню. Будем говорить о том, как выживать в коллективе, какие роли у вас в коллективе, как сделать так, чтобы пойти на повышение или не пойти на повышение, как составить хорошее резюме, как правильно произвести впечатление на собеседование. А вы знаете, что во многих компаниях, а я вам говорю, человек, который сам это видел, в коридоре стоят скрытые камеры, которые очень внимательно наблюдают за посетителями, которые пришли на вакантные должности. Когда мне показали записи, я рыдала, что они только не делают. Они же думают, что их никто не видит, они ковыряются в носу, они чешутся во всех, они нюхают. Это, вот эти вещи мы тоже должны знать, потому что все люди, когда нам кажется, что нас никто не видит, мы в зеркале посмотрим на себя, в лифте, да, поправим что-нибудь и так далее, и так далее. Спасибо большое, я рада быть позитивом, мое направление позитивная психология, не расслабиться ни минуты. Сын говорит, мам, давай лблась, это позитивный психолог. Спасибо, что пришли, поговорим с вами также в дальнейшем и об управлении коллективом, и о том, как противостоять, чтобы не управляли нами, ну и, конечно же, ораторское мастерство. Владеешь речью, владеешь миром, это вы должны знать. Спасибо за отзывы, очень-очень сложно получить хорошее что-то от людей, потому что послушали и ушли, и каждый раз, когда вот вы мне это пишете, я невероятно вам признательна и благодарна просто очень-очень сильно. Давайте не теряться, независимо от того, придете вы на вебинар на следующий, не придете, просто оставайтесь, будут какие-то вопросы, всегда с радостью вам на них отвечу. Еще раз спасибо большое, передаю слово Катерине, она уже дальше вам скажет все, что надо. Слышно ли меня? Поставьте плюсики. И пока я включаю презентацию, я представлюсь, меня зовут Суржанская Екатерина, я администратор международного опыта. И вижу ваши плюсики, спасибо. Жду от вас обратную связь, понравился вам сегодняшний вебинар. Смотрели ли вы программу на наш полный курс? Ссылочку на курс я вам скидываю в чат, вижу, что очень. Ознакомились ли вы с программой курса? Я тоже жду от вас обратной связи. И я напомню, что наш полный онлайн-курс «Психология делового общения для руководителей и предприятий, руководителей предприятий и менеджеров организации» начинается 2 февраля. Это будет 3 вебинара по 2 часа. Во времени они будут проходить с 19 до 21.00 по Москве. Всего 3 вебинара, 2, 4, 6 и 6 февраля. Если у вас возникнут какие-либо организационные вопросы, вы можете задавать их моим коллегам в скайпе. Также для тех, кто хочет пойти с нами дальше, важно добавиться в скайп. И мои коллеги добавят вас в общую скайп-группу, где вы можете также задавать свои вопросы Виктории и общаться со своими коллегами и сокурсниками. Все вопросы по участию, записям также задавайте в скайп. «Видеозаписи будут...» «Не получается добавиться». «Почему не получается добавиться?» «Не находите скайп или...» «Юлия, почему не получается добавиться?» «Ответьте, пожалуйста». «Ссылку на видеозаписи я вам скинула». «Что будет на курсе?» «Тоже несколько слов скажу». «Это ведение успешных переговоров». «Далее тема коллектив и отношения в нем». «Управление людьми в жизни и коллективе». «Искусство светской и деловой беседы». «Для того, чтобы пройти курс, вам необходимо пройти по ссылочке, ознакомиться с программой для тех, кто ознакомится, стоимость участия полного курса 6900. По скидочке, которая действует до 1 февраля, до 12.00, курс будет стоить 4900. «Как пройти курс по скидке?» «Для этого мы нажимаем кнопочку «Оплатить сейчас», заполняем все необходимые данные, имя, имейл, номер телефона и в поле «Купон скидки» мы вводим «Купон скидка 1100». Также скинула в чат. Нажимаете «Заказать» и система перенаправляет вас в поле, где вы можете выбрать удобный для вас способ оплаты. Также хочу напомнить о том, что наш сертифицированный онлайн-курс «Метафорические ассоциативные карты», в психологическом консультировании начнется с 1 февраля, это будет 7 вебинаров по 2 часа, по времени с 19 до 21 по Москве, будет проходить вебинары 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 февраля. Также действует скидка до 29 января. «Купон скидки МАК 1000». Купон скидываю в чат и в чат скидываю ссылочку на данный курс. До 29 января все, кто хочет пройти данный курс, имеют возможность пройти по скидке. Также онлайн-курс Виктории Голобородовой «Метафорические ассоциативные карты, элементы коучингов, психологических консультаций в записи». Ссылочку я вам скидываю в чат на данный курс. Стоимость этого курса 6 900, стоимость видеозаписей с материалами 7 900. Далее онлайн-курс по работе с метафорическими картами «Практическая психология партнерских отношений», «Метафорические ассоциативные карты в консультировании», стоимость видеозаписей 7 900. Также ссылочку скидываю вам в чат. Юля, вижу. Сохраняю себе и добавлю вас после окончания. Спасибо. Следующий наш курс – это онлайн-курс Виктории Голобородовой «Сказкотерапия в консультировании детей и взрослых». Стоимость видеозаписей 6 900. Скидываю ссылочку на данный курс также в чат. И, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, кого заинтересовала наша программа. Психология делового общения для руководителей предприятий и менеджеров организации и кто хочет и планирует идти с нами дальше. И если есть у вас какие-либо вопросы, также задавайте их. Я по возможности буду отвечать. Еще раз дублирую скайп своих коллег в чат. и ссылочку на наш курс, который у нас стартует 2 февраля. Екатерина, я уже оплатила вебинары Виктории. Скажите, регистрация необходима? Виктория отвечает, что нет. Юлия, в день вебинара вам придет ссылочка на вебинар, вы по ней перейдете и будете иметь возможность принимать участие. И да, нужен ваш скайп. Добавьтесь, пожалуйста, либо напишите скайп сейчас в чате, либо добавьтесь моим коллегам в скайп. Сейчас продублирую. Вы уже написали, кому написали? А, вы мне, да, это вы мне написали, я сохранила. Все, спасибо, вижу. Да, сейчас добавим. Есть ли еще вопросы? Задавайте их. Хорошо, вижу, что вопросов нет. Если они будут, то пишите нам на портал вебинаров, либо в скайп. И тогда у меня все. Ждем вас на нашем курсе. И до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.